Добрый вечер, церковь. Сегодня проповедь. Я бы хотел поговорить о наших планах, которые мы строим с вами традиционно на следующий год. Хотя он уже на самом деле февраль месяц у нас в кармане, можно сказать, да? Уже практически закончился время. Чем старше становишься, вы знаете, что он быстрее летит. Но мы любим составлять списки с вами, правда? Вот кто составлял списки дел, которые ему нужно сделать в этом году? Кто планировал, да, что-то планировал? Кто-то вот две тренировки, остальные не планировали, что-то в течение сегодняшнего дня. Ну, наверное, да? Нет, конечно. Конечно, есть ожидания внутренние, конечно, есть какие-то планы на этот год, которые вы стремитесь выполнить, достигнуть. Мы одной группой из церкви и не из церкви встречались до Нового года и делились планами друг с другом, что мы планируем в 2017 году. Я вкратце вот перечислил, как раз вот Лариса тоже делилась таким свидетельством с Анатолием по поводу квартиры. Кто-то в этой группе среди нас находился, говорит, вот мы бы хотели решить вопрос с жильем в 2017 году. А кто-то говорил, слушайте, а я хочу поехать на отдых. А кто-то говорил, а я хочу прочитать книжку. Это был я, на самом деле. Я взял эту книжку, не стыдно вам признаться, да, в том, что давно не читал, вообще не читал, Солженицына. Я поставил себе такую цель на 2017 год прочитать «Архипелаг ГУЛАГ». Чтобы, так сказать, ощутить, почувствовать то, что было в нашей стране за последние сто лет до падения советского строя. Хорошая книжка, всем не кем-то, кстати, но тяжелая. Кто-то среди нас был, кто хотел, хочет родить ребенка. Кто-то поделился тем, что он хочет, она хочет, будьте замуж, или он хочет жениться. Я уверен, что среди нас есть люди здесь находящиеся, которые, где-то у них в душе перекликаются эти планы тоже. Согласитесь со мной. Улыбнитесь, я вот просто вижу, что у вас это есть. А может быть еще какие-то. И кто-то был, кто хочет получить язык, как в этих странах. И это тоже был я. И еще кто-то. И вот среди нас находятся люди. И вот, кстати, давайте мы поаплодируем от нескольких семей иностранцев, которые учат русский язык сейчас. Ну, ребят, я вас уже не считаю, может быть, русский язык. Ну, я не знаю, как вы, но я сталкивался с тем, что когда я такие списки составлял, и планы такие грандиозные писал по поводу своей жизни, кто я буду и чем я буду заниматься. Либо мало, что исполнялось, да. Я уже не говорю, там, похудеете и все остальное, да. Это традиционная тема, ее не надо называть. Или, наоборот, пойти в зал. Максимум, что иногда происходит, люди покупают билет. Мы ставили такие планы с вами, и порой мало что получалось. А может быть, процентов 5 или 10. Или в жизни происходило вообще иначе. Я не знаю, может быть, вы сталкивались с кем-то. Или в эти праздники, может быть, с кем-то встречались и друг с другом делились. А может быть, это в вашей жизни было, что, например, прошедший год был один из самых тяжелых в вашей жизни. Мне нравится быть в церкви, потому что в церкви мы не пытаемся, я бы так сказал, научить человеку правильно жить. Да, то есть мы не занимаемся каким-то парализатством, пустым. Я думаю, сила в церкви верующих людей, христиан, находящихся здесь, заключается в том, что, как раз когда мы честно говорим, друзья, мы составляли эти списки христиан, мы должны получать почему-то достичь тех целей, которые мы перед собой ставили. Либо с нами что-то не в порядке, либо с нашими целями что-то не в порядке. Либо с Богом что-то не в порядке. Порой и такой вопрос у нас тоже возникает. Как нам делать так, чтобы наши планы с вами осуществлялись? Я хочу открыть с вами одну мудрую древнюю книгу. Где-то я в интернете, на полях интернета увидел такую фразу. Это вот такой самый мощный бестселлер всех времен и народов. С такой трехтысячелетней историей. Это Библия. И как не обратиться к нему, да? Книга-притч, 19 глава, 21 стих. Это такая преампула. Притча, 19 глава, 21 стих. Много замыслов в сердце человека. Давайте я переходил. Много планов в сердце человечества. Много стремлений, много усилий, много желаний, много замыслов в сердце человека. Но состоится только определенное Господом. Обратите на это внимание. Очень глубокий стих. Очень потрясающий стих. Потому что он нас ставит в самом начале проповеди, в самом центре богослужения перед выбором. Друзья, сегодня мы должны сделать выбор. Прямо сейчас. Мы должны с вами сделать выбор. Принимаем мы эти слова. Верим мы этим словам. Либо мы к ним относимся посредственно. Много замыслов в сердце человека. Но состоится только определенное Господом. Это говорит о том, что нам нужно взвешивать свои поступки. Нам нужно взвешивать свои решения. Нам нужно как-то определять, вот что от Бога, от Господа, а что нет от Бога. И это порой сложно сделать. И порой наши мысли мы с Божьими мыслями, с Божьими планами смешиваем. Если состоится только то, что определил Господь, мне нужно понять, я с этим соглашусь или нет. Ведь порой то, что Бог определяет для нас в жизни, это не то, что мы с вами планируем. На одной встрече я говорил такие слова, и ты просто в жизни приходишь к тому и размышляешь о том, что... Вы знаете, порой Бог замыслил, чтобы мы прошли через определенные сложные обстоятельства, стесненные. Это касается иногда здоровья, это касается иногда потери близкого человека, это касается темы воспитания детей, когда они вырастают не такими, какими бы мы хотели их видеть. Это касается наших отношений между мужьями и женами, это касается нас как личностей, да, там в 30, 35, 40, 45, 50 мы сравниваем себя с другими нашими смертниками. Мы думаем, слушай, а чего же они достигли, чего же я достиг, да? И где-то нам, либо хорошо, либо очень плохо, либо так, либо не очень хорошо и не очень плохо. И нам кажется, что они лучше, у них вот как-то все супер, они достигли большего, а у нас как-то не совсем. Состоится только определенное Господь. Подумайте об этих словах, потому что они очень важны. Это как раз точка проверки твоего христианства, моего христианства. Что определяет в нашей жизни Господь? И принимаем мы это, либо не принимаем? Как вы думаете, почему в вашей жизни не получалось реализовать то, что вы в этом списке составили, то, что вы для себя написали? Разные причины могут. Я хочу поделиться несколькими принципами с вами, своими. Как-то я сел и просто решил на бумаге написать все, что я читал в книжках, все, что в жизни применял, все, что в писании нашел. И хочу это увидеть. Как это можно применить в нашей жизни. Их будет много. Если вы хотя бы один запомните, то будет замечательно. Я буду рад услышать вашу историю, вашу жизнь и то, как вы переживаете эти моменты. Потому что я думаю, что эти вещи нельзя делать в одиночку. Честно. Нельзя делать в одиночку. Иначе будет очень тяжело. Первый принцип, который я вам предлагаю, это вот Бог наделил нас определенными ролями в жизни. Вот здесь сидят отцы, здесь сидят мамы, здесь сидят сыновья, здесь сидят дочери. Вы замечаете, что одновременно мы можем быть и отцами, и сыновьями, и дочерьми, и мамами. Несколько ролей, несколько таких важных функций, которые мы в жизни с вами выполняем. Мы кем-то являемся с вами на работе, менеджером, управленцем, собственником. Определите, в какой вот из этих сфер Бог хочет, чтобы вы росли. Чтобы что-то произошло, какие-то изменения произошли в каких-то из этих областей вашей жизни. На одной из последних встреч, на мужской встрече, на которую мы постоянно приглашаем, здесь они проходят по субботам, периодически здесь объявления проходят. У нас человек 10 мужчин собралось, и мы говорили о том... Один из примеров был, как мы выполняем роль как дети, как сыновья. Мама, папа уже постарше, пожилые, но кто-то говорит, а я вот там раз в квартал звоню, а кто-то раз в месяц, кто-то сидит и говорит, мне нужно чаще это делать, да? То есть есть какие-то вещи, которые нам нужно точку роста обозначить, как-то длинуться вперед. Потому что мы... Вот Бог хочет, чтобы мы свою сыновнюю обязанность выполняли, а мы про нее начинаем забывать по отношению к своим родителям. Потому что Библия об этом тоже говорит, да? О том, чтобы мы с особым почетом относились к своим родителям. Мы обсуждали эти темы. Определите, в какой связи, как муж, как жена, как папа, как мама. Определите, может быть, Бог вас особенно призывает к служению. Вот вы никогда не пробовали, вы хотите вырасти в этой сфере. И Бог вас призывает и дает вам покоя. А может, вы какие-то другие планы строите. Определите, помолитесь, спросите Господа об этом. Ведь мы прочитали этот стих. Состоится только определенный Господом. Логично для христианина обращаться к Богу в этих вещах. Вы знаете, порой себя ловишь там мысли на том, что... Как ты планировать иногда бывает. Чаще планируешь без Бога. Потому что все так рационально осмысливаешь. И риски, и сложности, и последствия. Ну, еще и помолиться надо об этом. Если состоится определенный Господом, то не ему ли должно быть первое место здесь отданное в нашей жизни? И это первый совет. Второй совет — это понять реальность своей жизни. Вы знаете, что мы с вами порой живем в неправильном представлении о себе. Книга Иова, 33 глава, с 8 стиха. Человек говорит Богу... Я не помню, чья эта речь на данный момент. И он говорит такие слова. Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов. Девятый стих. Человек оценивает себя и говорит такие слова. Чист я, без порока. Невинен я, и нет во мне неправды. Десятый стих. Другая реальность. А он, то есть Бог, нашел обвинение против меня и считает меня своим противником. Я это предполагаю. По-моему, это его кто говорит. Я-то думал, что я не порочен. Я-то думал, что у меня все в порядке. Я-то думал, что я поступаю правильно. Я-то думал, что я правильный список поставил и даже прописал шаги, как его реализовали. А вот Господь нашел обвинение против меня и считает меня своим противником. Какая-то отрезвляющая такая вещь. Мы-то думаем, что мы тут Богу служим, а Бог считает нас своими противниками. Мы неверно оцениваем себя порой. Мы неверно оцениваем реальность вокруг нас. Притча 19 глава 20 стих. Мы прочитали с вами 21. А в 20 стихе написаны такие слова. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии. И поэтому я говорю, в нашей жизни, друзья, нужны люди. Нужны люди, даже которые скажут нам в глаза неприятные вещи, болезненные вещи по поводу нашей реальности, по поводу того, как мы оцениваем себя, по поводу того, кто мы есть, если мы не можем в этом разобраться сами с Богом. Нам нужны такие люди. Даже для того, чтобы проверить себя, правильно ли я оцениваю свою жизнь, правильно ли я список сейчас составил, правильно ли я выводы сделал в своей жизни. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрой. Спустя годы христианского служения я замечаю, что это самое последнее, что люди вообще хотят в жизни своей делать. Слушать какие-либо советы. Принимать какое-либо обличение. Потому что это больно, по-первых. Потому что это по-живому. Потому что это тебя обнажает в определенной степени изнутри. Потому что это тебя показывает в каком-то некрасивом свете. В каком-то ты бы не хотел, чтобы тебя видели. А может быть и ты себя таким не видишь даже. Ты думаешь, что все намного лучше. И я ловил себя тоже на такой же мысли. Поэтому в этом замысел церкви. Смотрите, Бог нам дал друг друга. Вот именно этих людей, которые сидят справа, слева, спереди и сзади. Которые помогут нам оценить эту реальность нашей жизни. И это принцип второй. Привлечь людей со стороны, братьев, сестер, служителей церкви, чтобы понять реальность в каждой области своей жизни. Это важно оценить реальность. Вы можете сегодня совершить, даже если вот этот именно пункт вам пришелся к сердцу, вы можете сегодня просто совершить молитву. Господи, пошли мне такого человека, с которым бы я мог вот так по душам говорить. Оценить себя. Недавно я встречался с одним человеком. И это еще одна часть, которая с этим связана. У этого человека в жизни грех. Это не из нашей церкви. Пример в том, что человек боится рассказать, поделиться. И живет в такой несвободе. Не знает, как его дальше будет. Бог присылает в нашу жизнь таких людей. И Он так запускал, чтобы так было в целом. Может, этот человек придет на время. Может быть, он станет вашим другом. Может быть, он уже является вашим другом. Может быть, он станет вашим наставником. Может быть, этот человек, он просто более опытный в этой сфере. Он знает больше, имеет больше опыт, понимание, слушание Бога, обладающий вот этой мудростью. Которую мы только что прочитали. Это друг, который сохранит зеленую тайну исполнения перед Господом. Привлекайте таких людей. Поймите это. Это очень важно. Потому что, если мы не понимаем, где мы находимся, если мы не понимаем, что в наших сердцах происходит, вы хоть какие списки составляете в 2017 год, да? Но это просто разные вещи абсолютно. Чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды. А он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником. Это вообще какие-то кардинально противоположные вещи. третий совет, третий мудрость, и она тоже из-за этого. В Евангелии от Матфея Иисус говорит очень потрясающие слова. «Ищите и найдете». Помните? А что еще там написано? «Ищите и найдете?» «Стучите и отворят вам». Матфея 7, глава 7, глава 11. «Ищите и найдете». Ищите и найдете. «Стучите и отворят вам». Бог не поместил тебя в какой-то лабиринт жизненный, из которого нету выхода. Он укажет путь, Он даст свой ответ. Вот это вот доверие наше, вот это бессилие наше, которое порой нас влечет к каким-то неправильным поступкам, что вот нам нужно самим решить. Бог же обещал, что вот будет вот так. И нам нужно Ему помочь обязательно. Займите проактивную позицию, нацельтесь на результат. Даже если вы уже разочаровались в жизни, или в каком-то из этих списков своих, если Господь хочет, чтобы вы вот что-то получили, выросли в этой сфере, Он вам покажет путь, Он покажет решение. Возможно, оно будет другим. Ищите и найдете, стучите, и отворят вам, говорит Священный Мизайн. Бог в этом принимает непосредственно участие. И это третий совет, третья мудрость. И я это видел в своей жизни. Я вспоминаю, когда один из примеров, который я уже упоминал здесь раньше, давным-давно, наверное, это то, что я помню, в те еще 90-е годы все стремились попасть, наверное, как и сейчас, уже в большие города, в Москву, в Питер. А мы из Санкт-Петербурга. Я помню, что мы приняли решение двигаться вообще на юг, в противоположную сторону. Я помню, что это было правильное решение для нашей семьи. Благословение, которое приготовил Бог. Бог, мы этого искали. А на самом деле, этому предшествовало такое духовное переживание, такой, извините, духовный облом, потому что у меня были планы совершенно другие. Я молился, я желал, что Бог меня отправил куда-то, за границу на учебу в этот момент. И потом все оно обломалось очень резко. Все разрушилось. И я думаю, Господи, что же происходит? Ты же, я чувствую, что Ты меня ведешь вот таким особенным путем. На моем списке я готовился. Люди подтвердили, да, мы тебе поможем, обеспечим, посодействуем. И потом, ни людей нет, только я вот со своим списком ожидания. Раз, и все, рухнуло. И выпуск уже, университет заканчивается. И потом, бац, звонок. И если я правильно сейчас вспоминаю, что-то могу еще вспоминать. По-моему, мне позвонил как раз первый пастор нашей церкви, когда он еще не был пастором этой церкви, Саша Ботанов. И пригласил меня приехать в Краснодар и заниматься развитием университета. Поэтому это произошло иначе. Мы искали, мы молились, мы упрошали. Мы были в смятении, я помню. Господи, а что делать дальше? Университет заканчивается. Бог благословит тебя. Ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Четвертый принцип. Еще более тяжелый. Вы знаете, когда ты приглашаешь этого человека, когда ты ищешь, стремишься понять реальность, не готовы люди иногда ее принять. Я вам хочу сказать сейчас следующее. Будьте готовы принять реальность. Божью реальность в вашей жизни. Ваша цель может быть недостижима, нереалистична. Бог не хочет того, что вы записали. Спланировали. Иногда такое бывает. Может быть, именно сейчас вы не готовы к этому. И такое в жизни моей тоже было. Я знал и понимал, что должно произойти. Куда двигаться дальше. Но я не знал, в какое время и когда это дойти. И это случилось через несколько лет. Я помню. Я хотел учиться, как я вам сказал. Но это произошло. Тремя годами позже этому бойку учиться и служить в Израиле. Будьте готовы принять реальность. Иногда она болезнет. Может быть, именно сейчас вы не готовы к этому. Может быть, есть последствия и их не избежать. И Бог от чего-то ограждает вас. И это четвертое. По поводу принятия реальности давайте прочитаем еще из Иома 33 глава начинается книга, где человек о своих переживаниях, о своей борьбе с Богом и о своей жизни. Он делится, он кричит, он плачет. Бог, ты почему вообще меня поставил в такие обстоятельства жизни? Я же был праведен. Я же был чист. Мы прочитали. Но он говорит, а ты меня нашел неправым, потому что все, что вокруг меня было, оно просто рву. И в 33 главе, это уже Неов говорит, это один из друзей, такие слова. Бог говорит однажды, как с нами Бог говорит про нашу реальность. И что происходит, когда мы ее не слышим, не принимаем. Я хочу это особенно прочитать, этот текст, в контексте причастия, который мы сейчас будем совершать с вами через несколько минут. Смотрите, Иов 33, 14. Бог говорит однажды. Если того не заметят, в другой раз. То есть Бог несколько раз продолжает нам говорить то, что Он хочет донести о нас. И дальше Он поясняет. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на человека, во время дремоты на ноже, тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Мы слышим, на самом деле, мы глубоко в душе понимаем, как нас ведет Господь. Разбираемся, понимаем, потому что без этого знания Господь не оставляет. Он открывает нам. И для чего Он это делает? Смотрите, 17 стих. Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия, добавлено себя, в нашем списке, и удалить от него гордость. Мы же про эти вещи вообще ничего не пишем. Мы не пишем, я хочу в 2017 году перестать, быть крестом. Правильно? Мы же пишем, у нас материальные списки, достижения, которые будут у нас наоборот, статусности какой-то придавать нам жизненную позицию твердо, да? По сравнению с нашими одноклассниками, с которыми мы учились или мы искали. И, а вот в Божьем списке он же немножко другой, понимаете? У Господа на 2017 год поставлено в план избавить нас от гордыни. Понимаете? Если мы не понимаем этого, давайте посчитаем, что будет с нами дальше. чтобы отвести человека от какого-либо предприятия, удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения и черных. Понимаете, человек, какой-то из людей, о которых, он прям идет на убиение, идет прямым путем туда, куда нельзя идти. 19 стих, а что будет, если человек не слышит? Или он разумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своего. И жизнь его отращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает так, что ее не видно. И показываются кости его, которые не видно было. И душа его приближается к могиле, и жизнь его смертная. Понимаете, когда мы сегодня будет причастие, возможно будет читаться текст из апостола Павла, который говорит, как вы помните, если мы судим сами себя, если не судим сами себя, то наказываемся Господом, от того из вас многие немощные, больные, немало умирают, чтобы не быть осужденными с ним. И здесь это Иоанн пишет то же самое. Ведь когда мы не слышим наставление Божие, отвергаем его, отвергаем реальность нашей жизни, не корректируем наш список, тогда Бог начинает другими сигналами привлекать наших болезней. болезней. Я желаю, что в вашем списке на этот год появилась такая тема, как смеление. И в моем списке тоже. Это качество от Господа, которое помогает принять реальность. И это четвертый совет. Будьте готовы применять реальность. Пятый. Он тоже сложный, потому что никто из нас не планирует потери близких людей, болезни и другие обстоятельства. Тяжелые. Примите трудно предсказуемые события, сложные. В нашей списке они не содержат этих вещей. Порой это происходит. Есть такая молитва оптинских старцев в православной церкви. Я ее очень люблю. Она называется «Молитва оптинских старцев на каждый день». Я прочитаю только несколько слов из этой молитвы. Вы можете такой молитвой тоже молиться. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Замечательная молитва. И это пятый совет. Шестой совет. Раз мы уже говорим о реальности, не бойтесь корректировать ваши планы. Потому что когда вы их измените, ваши цели становятся более достижимыми. Седьмой совет. Вот этот человек, которого вы позвали в свою жизнь, о котором вы можете сегодня уже помолить, и он появится в следующем время, или может быть в этом году. Потому что если ищешь, ты найдешь. Помните, у нас все взаимосвязано между собой, красной нитью. попросите этого человека в вашей жизни задавать вам сложные вопросы, которые уберегут вас от зла. Вот такой личной трудочетности о молитве, о чтении писаний, о хождении в чистоте, о стремлениях, о помыслах, о том, чего мы обычно не открываем. не для седьмой совет. И восьмой он тоже из книги притчей, на этом я хотел закончить. Притча 21 глава 31 стих. Я не хочу закончить на пессимизме, друзья, я может быть так чуть-чуть слишком много про реальность, но она такая тяжелая порой. Но притча 21 глава 31 стих говорит, коня приготовляют к сражению. А победа над Господом ожидает тебя победа. Твоя победа не чья-то другого, не по сравнению с каким-то другим человеком, с какой-то другой семьей, а именно твоя уникальная максимальная из 100 баллов твоя победа, твое первое место в Божьих глазах, которое Он приготовил для тебя. Пройдешь ли ты эту дистанцию? Прославишь ли ты Его? И это последнее Празднуй этот результат. Мы сегодня слышали свидетельство. Слава Богу, что в этой части Он принял себя. Слава Богу, что Он ответил, когда здесь был на день рождения церкви свидетельства, о исцелении, о Диане. Слава Богу, что в другой сфере Господь мне помог найти мужа или жену, сестрички молиться, братья, молиться. Господи, направь меня. Тебе слава, победа от Господа. Мы должны свою часть обязательно сделать. Я за списки, я за планирование, я за то, чтобы мы их делали, но если победа от Господа, если состоится только определенное от Господа, Он просто там должен в каждой строчке нашего плана присутствовать Господь. без Него никак. Только Богу мы воздаем славу. Аминь. Аминь. Мы этим знанием поможем. Я приглашаю вас к молитве сейчас. Пусть она будет искренней. Если что-то коснулось вас, исповедуйте перед Господом. Если это грех, принесите его на алтарь сейчас. Пусть Бог очистит ваше сердце. Он покажет вам дальнейший путь. Следующий шаг. Прославьте его. Господь, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты говоришь к нам Слово Твое. Много замыслов в сердце человека, в моем сердце, но победа от Тебя. Я славлю Тебя за ее. Господи, мы делаем очень много планов, очень много приготовлений, а победа от Тебя состоится только то, что Ты определил. Помоги нам быть близкими к этому, стяжать вот эту благодать. Помоги нам понимать реальность, иногда болезненную, по поводу нас самих. Боже, благослови каждого человека, который сейчас молится, исповедует свои грехи перед лицом Твоим, который молится о человеке, которого бы Ты послал его в жизнь, с которым он мог разделить свое время, свое переживание. Кто-то скорбит об утрате близких, родных, кого Ты забрал. Господи, исцели эту рану и пошли Твое утешение. Я молю, чтобы мы скорректировали сегодня наши списки, чтобы мы впустили Тебя, чтобы мы услышали Тебя, Господи, Ты говоришь однажды, во сне, ночью, в откровении доносишь до нас Слово Твое, чтобы нам в чем-то меняться, чтобы нам быть более смиренными, чтобы нам отказаться исповедовать гордыню, чтобы нам слушать обличение и принимать Слово Твое. Благослови нас, Ваше. Я благодарю Тебя за Церковь Твою, открытая дверь, в которой Ты сделал все, чтобы это осуществилось. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь.